Белгородская пощечина. Почему не могло быть иначе? Романс Комороха в военном обозрении за 2 апреля 2022 года. Закипело. Причем не в Белгороде. Там уже привыкли к тому, что раз в 2-3 дня что-то прилетает. К фейерверкам, которые устраивает ПВО в Белгородском небе, тоже привыкли. И даже в соцсетях обсуждают лениво. Исключения составляли случаи, когда ПВО не справлялась. И вот совсем уже кажется из ряда вон выходящий случай. Я бы сказала наглый и отчаянный рейд двух Ми-24 украинских ВВС и ракетный удар по нефтебазе в Белгороде. Общественность возмутилась. Вообще ожидаемо. Немалая заслуга в этом, как нашего Министерства обороны, так и государственных СМИ. Здесь уместно было бы вспомнить, как было в Сирии в течение двух лет. Вот. Сперва мы разгромили террористов, потом уничтожили, потом уничтожили совсем, потом окончательно. И наконец окончательно и бесповоротно. Вот только до сих пор там идут бои, рвутся бомбы и так далее. Не совсем понятно, кто с кем воюет, но террористов, которые угрожали из Сирии и России, наш контингент уничтожил всех. Видимо остались те, кто России не угрожает, вот они там зажигают. Но это совсем другая история. Примерно то же самое произошло и в наше время. Сколько было бравурных заявлений, что все, украинское ПВО уничтожено, остались только ПЗРК, украинская авиация приказала высоко летать, осталась пара самолетов недобитых, но... Но отчеты о сбитых самолетах и вертолетах продолжают публиковаться. Правда почти всегда без каких-либо доказательств, но это тоже отдельная история. Соответственно у ВСУ что-то да осталось на черный день. И вот два вертолета Ми-24 совершенно спокойно прилетают в Белгород и атакуют нефтебазу. Причем атакуют успешно и уходят обратно на свою территорию. Естественно, вполне справедливо у населения возникают некрасивые вопросы. Мало того, что в ту же Белгородскую область постоянно что-то прилетает с той стороны. Теперь вертолеты. Что дальше? Ждать пару-тройку танков Т-64 в пиксельном камуфляже на Сумской или Магистральной? А как же панцирь, который могут и должны видеть даже беспилотник? Понятно, что не все просто. И пилоты украинских вертолетов не новички. Умеют использовать складки местности и местность Белгородской области с очень неприятным рельефом. Белогорье, одно слово. Но это доводы в пользу нищих. А нищие тут явно не мы. Торы, буки, С-400, панцири. Всего этого в Украине нет. А современных РЛС типа неба. Мы просто молчим. Все, что могут противопоставить украинские военные, это откровенное старье. Но вот тут вопрос, как его применять. Оказывается, можно и так, что все новые ЗРК окажутся бесполезны. Не рано расслабились? Рано. Многие, сведущие в украинских вопросах, в самом начале говорили о том, что легкой прогулки в крымском стиле не будет. Но это нужно было понять и осознать, что бои на Украине будут вестись до того момента, пока не прекратит сопротивление последней бандеровицы в Украине. А потому боеспособная часть украинской армии, да еще и понукаемая заокеанскими и заломаншскими военными специалистами, будет сражаться и наносить по мере своих сил ответные удары. Удар по нефтебазе в Белгороде вполне разуменно оправдан. Точно так же наши войска лишают мобильности украинские части, нанося удары по складам ГСМ и нефтехранилищам на украинской территории. Но у нас для этого есть искандеры и калибры, которыми это делать намного удобнее. В распоряжении в ИСУ еще есть точки, но в сравнении с Искандером, точка это день позавчерашний, даже в случае если это точка У, потому что между ними еще АК. Так как точки зенитчики в Белгородской области перехватывать научились и руку набили, видимо от безысходности, украинцы решились на этот рейд. Что ж, можно отдать должное, поскольку эта операция была не для слабых духом. Сложно сказать, откуда летели вертолеты, но тем и хорош этот вид летательных аппаратов, что залить горючее и подвесить ракеты можно где угодно, от поля до парковки в городе. Было бы что заливать и что подвешивать. То, что вертолеты работали на армии, говорит о том, что особого выбора у ВСУ уже нет. Для подобной операции больше подошли бы управляемые вооружения. Но, увы, пришлось запускать неуправляемые ракеты. И именно этим вызван промах первого вертолета. А так разрушений могло быть вдвое больше. Очень плохо, что нашей системе ПВО нечего было противопоставить. Хотя, уже давно понятно, что Белгород, который находится всего в 30 километрах от границы, будет представлять собой объект постоянного внимания со стороны ВСУ. И кроме радаров, весьма были бы полезны и обычные посты наблюдения с теми же вербами. Отличить украинские вертолеты от наших, которые тоже весьма часто появляются в воздухе, сложно, но можно. Первое. Наши не станут летать на сверхмалой высоте. Незачем. Второе. С 2017 года российские вертолеты «Миля» после одной из аварий в Рязанской области получили предписание летать с выпущенными шасси. У кого они убираются? Так как при жесткой посадке это дополнительное смягчение удара землю. Как показывает практика, гидравлическая система может быть повреждена, отказать, может не быть времени на выпуск шасси. Так что в боевых условиях лучше не производить уборку. Скорость снижается некритично, а пользы может быть много больше. На фото видно, что белгородские гости летят с убранными шасси. Мелочь, но может помочь. Очевидно, что после такого сюрприза в системе ПВО снова начнутся встряски. Они уже были. После некоторых февральских событий, видимо, необходимо встряхнуть еще раз. А вот только толку от этого будет немного. Понятно, что необходима перестройка всей приграничной системы ПВО, дабы в зародыши искоренить саму возможность проникновения чего-то летающего в воздушное пространство России. Если я не ошибаюсь, именно для этого и существуют войска ПВО, не так ли? Нам всем необходимо понять, то, что происходит на Украине, это только начало. И сколько это будет длиться по времени, лично я предсказать не возьмусь. Единственное, что можно сказать, это дело не одного года. Да, до того самого момента, когда прекратит сопротивление последний укронацист. И до этого момента можно сколько угодно тишить самолюбие рассказами о том, что мы победили. Но до победы будет так же далеко, как до уничтожения тех же террористов в Сирии. Или до полного уничтожения авиации и ракетных войск Украины. Так что вот несколько пунктов, которые просто необходимо хорошо понимать сегодня. Первое. ВСУ могут прекратить сопротивление и даже разоружиться. Это совершенно не будет означать, что украинский нацизм прекратит свою войну против всего русского. Второе. Белгородской области в ближайшем будущем, точнее защите области, необходимо будет уделить максимальное внимание и в плане ПВО, и в плане контртеррористической деятельности. Брянская и Курской области на очереди. Третье. Деноцификация Украины займет намного дольше времени, чем считают недалекие, но очень патриотично настроенные россияне. Украинские нацисты, даже сложив оружие, не остановятся в своей войне. А значит, фильтрация, искоренение и просветительная работа займут очень много времени. Крови между россиянами и украинцами не просто много, очень много. И за несколько месяцев Украина однозначно не станет доброй и светлой страной, где любят все русское. Не стоит обольщаться. И еще один пункт хотелось бы осветить. Совершенно не понравилась реакция российского уря-сообщества. Не понимаю, почему патриотизм должен обязательно сопровождаться максимальной тупостью и быть компенсирован громогласием, крепостью пальцев, колотящих экраны и клавиатуры. Эти призывы к срочному сгону всех эвакуировавшихся из Украины фильтрационные лагеря, проверкам, ограничениям и прочим весьма спорным вещам, неужели непонятно, что идеи идут как раз с той стороны. Можно сказать, что задача по возбуждению ненависти в отношении украинцев весьма неплохо так исполняется. А зачинщик однозначно силой спецоперации Украины. И очень жаль, что семена раздора, которые они щедро бросают в интернете, так быстро дают свои плоды. Я назвал происшедшее в Белгороде и вокруг него пощучиной. Знаете, иногда пощучина очень полезная штука. Она отрезвляет. Многим у нас просто необходимо отрезвление и более серьезный взгляд на вещи. Но пощучина – это не нокдаун и не нокаут. Нужно просто сделать надлежащие выводы и идти дальше. Романс Коморохов. Белгородская пощучина. Почему не могло быть иначе?